добрый день я ваш педагог по клантовой механике сегодняшняя тема нашего урока электроны и почему они ведут себя как частица и как волна одновременно зависит от наблюдателя и так кто мне скажет почему собственно электроны себя так ведут а и тут может говорить вообще нет так друзья привет как нам сделать с вами они как да стоп давайте вот что мы сделаем вы будете писать вопросы если они есть в чат да в чат в комментарии после последним постом о том что через 52 минуты начало вот я собственно буду отвечать так ну а первых у нас сегодня с вами так много времени во вторых во вторых я очень рад с вами наконец-то выйти на связь спустя очень большое количество времени я уже не помню даже когда предыдущий прямой эфир был наверное это было летом наверное летом да вот поэтому поэтому нас сейчас все больше и больше становится и совсем скоро так сколько тебе лет ребят такие вопросы давайте вот сразу это можно все погуглить если что-то существенное есть так так Ага, 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 ага. Сейчас я читаю просто, что я... Так, все, ага, я понял. Так, друзья, самые такие насущные вопросы, я понял. Ну, давайте сразу тогда обозначим одну вещь, которую всех абсолютно интересует. До этого, да, больше нет, но почему мы, собственно, о нем не говорили? Потому что мы просто, когда заканчивали все это, то условия здесь не говорить об этом. Вот и все. То есть, ну да, я тоже считаю, что это неправильно вам никакой обратной связи давать. Просто единственное, что скажу, мы с Сашей продолжаем общение так же, как и общались. Все хорошо. Вот. Дуэт это дуэт. Понимаете? Ну, это другая вещь немножко. Далее. Нельзя ли оставить канал Нестер Кэш? Ну, это, к сожалению, не от меня зависит абсолютно. Поэтому. Поэтому, видимо, нет. Вот. Что дальше? Что дальше? Что дальше? Так. А у вас, по-моему, были какие-то заготовленные вопросы? Я говорю, ты будешь... Бжи-бжи-бжи-бжи. На, так. Какие вещи у меня не получаются? Вопрос. Какие вещи не получаются? Ну, судя по вывихнутому пальцу, не получается сальто. Хотя, уже как будто бы не получается. Не знаю. А потом, значит, вопрос. 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 Какая твоя книга любимая на данный момент и почему? Вот у меня есть канал, где я читаю... Он называется «Сказки на ночь». Я там читаю... Ну, это не сказки, это немножко побольше, там, произведения. Все-таки серьезные. Ну, там такой разброс очень большой. Сейчас я там читаю «Цветы для Элджернона». И знаете, как-то я вот после того, как я дочитал эту книгу... А, нет, у меня был «Граф Монте-Кристо» год назад я прочел. И после этого я почему-то не мог найти для себя ничего настолько же цепляющего, как эта книга. Александр Дюма. Прекрасная просто книга. И сейчас я вернулся к тому, что когда-то читал. Вот «Цветы для Элджернона» — это одно из них. И, собственно, я как-то опять икунулся во все это. Вот. Поэтому, наверное, ничего не поменялось с тех пор. Может быть, добавились, знаете, биографические книги. Потому что я прочитал биографию Мэтью МакКонахи и Уилла Смита. И они зацепили меня так же сильно, как художественная литература. Что? Странно. Хотя нет, на самом деле это не странно. Потому что я помню, когда я читал биографию Фрэнка Синатра, это тоже довольно сильная такая вещь. Вот. Поэтому из художественного посмотрим. Живем, увидим. Так, давайте насущные какие-то вопросы. Будет ли продолжение сериала? Нет. Продолжение сериала не будет. Он закончен. И это уже год назад я сказал. Почему это продолжается? Покажи, пожалуйста, сердечко руками. Так. Как ты научился говорить на английском языке? Специальные занятия. Ли. О. Фейерверки дают. В вашу честь. Это... Нет. На самом деле я просто, когда мне было 9 лет, 10, я смотрел трейлеры Гарри Поттера на английском языке. А потом вообще всего Гарри Поттера на английском языке я смотрел. Очень много смотрел видео со съемок Гарри Поттера. Опять же, меня Гарри Поттер научил говорить на английском языке. Причем я такой, как бы я выбираю в себя что-то из окружающей среды и потом это транслирую. То есть, я как-то пытался, наверное, примирить на себя британский акцент со всеми этими... А? Вот, а? И такое вот... Я люблю этот город. Так, когда последний день съемок Гарри Поттера... Вот, потом я понял, что, наверное, надо другую акцентку немножко... Ну, короче, не знаю. Вот, просто я много слушал, много повторял. Главное, повторял. И все. А мы же люди, как это работает? Это в актерстве то же самое. Вообще везде. Мы очень... Такие, ну, эмпатичные все-таки люди. Да, существа. И мы на себя перенимаем многое. То есть, если повторять за человеком какие-то движения, то начнешь себя чувствовать по-другому. Повторять, не знаю, мимику. Есть такое упражнение зеркало, да. Становишься перед партнером. Это в институте театральном есть упражнение. Становишься перед партнером. И начинается так вместе. Один ведущий, другой ведомый. Потом мимика та же самая. И как будто ты себя уже по-другому чувствуешь, как будто по-другому ведешь. Также образ внешний, он и складывается. Есть такая техника от внешнего к внутреннему. Когда ты внешне себя по-другому начинаешь чувствовать. И поэтому внутри тоже себя чувствуешь иначе, другим человеком. Есть от внутреннего к внешнему. Это наоборот. Когда ты внутри с собой очень большую работу проводишь. Потом уже все это идет наружу. Поэтому в английском языке то же самое. Просто слушать, повторять. Тут никаких секретов нет. Это ведь самое. А вот, кстати, когда я читаю комментарии, меня видно, да? Вот сейчас я читаю. Самое лучшее это вообще изучать с погружением в язык. То есть приезжаешь в другую страну. Изучаешь. У меня такой возможности не было, но тем не менее. Самое лучшее это вообще изучать с погружением в язык. То есть приезжаешь в другую страну. Изучаешь. У меня такой возможности не было, но тем не менее. Режиссура интереснее, чем актер. Что это почему же? Нет, это не так. Режиссура, во-первых, это очень сложная тема. Очень. И я даже не уверен, что у меня есть сейчас достаточные знания, чтобы этим заниматься. Потому что там, чтобы получился по-настоящему хороший продукт, нужно учесть много всего. Очень много всего. И желательно видеть, конечно, всю картинку целиком. Я пока что, наверное, ввиду какого-то недостаточного опыта это не могу. Но я не скажу, что это интереснее для меня. Просто это почему бы и нет. Да, мне хотелось бы что-то сделать. Как режиссер, как актер. Одновременно. Но работаем в этом русле. Так, какие цели и планы на 23-й год? Сейчас, момент, 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 момент. Кружка клевая. Да, подарок. Очень классная, очень классная. Я обожаю ее. Большая. Планы и цели на 23-й год. Так, первое скажу. В ближайшее время... Ну ладно, я приоткрою вам завесу. Тайд. Чего что? В январе, я это планировал сделать 14 января, но скорее всего не получится, потому что заняты все площадки, где я хотел это провести. Это я готовлю сейчас такое, как это называется, шоу, но с элементами, наверное, даже это ведущая будет такая тема, как мод и спектакль. Вот такая вот вещь. Но больше, конечно, все-таки я бы это назвал шоу. Потому что это не какая-то пьеса уже известная, не что-то вообще не написанное. Я вот сейчас пишу, занимаюсь всем этим и готовлю. И я думал выпустить это вообще 14-го, но тогда я бы уже вам объявил об этом давным-давно. Но вдруг мы поняли, что площадки нет. 14-е это вообще Старый Новый Год, суббота. Все занято, конечно же, поэтому скорее всего... Дима Триняков пишет. Скорее всего, это будет либо 21 января, либо февраль, тоже суббота, начало февраля. Вот где-то так. Под субботу, ну потому что удобно. Вот, все зависит от того, какую площадку я найду. Я все-таки хочу, чтобы это была сцена, чтобы это был зрительный зал. Но вас ждут много сюрпризов в этом плане. Так, 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 так. Добрый вечер, Андрей. Профессии ваших родителей тоже связаны с творчеством. Нет, у меня инженеры родители оба. Вот так. А я такой, выдался чуть-чуть из нашей клеи. Так. Получаешь ли ты удовольствие от различных съемок? Бывало ли такое, что прям мне нравилось? Я очень кайфую от съемок вообще в кино. Даже сейчас не вспомню такое, что мне нравилось. Мне кажется, слава богу, я просто отказался от таких проектов, которых бы мне не нравилось. Потому что сейчас я мог бы целый год сниматься в одном проекте, а потом еще два года безвылазно. Вот. Но я для себя внутренне чувствовал, что оно того не стоит не из-за занятости, а из-за материала самого. Вот так. Поэтому я отказался от него. И... Ну, видите, не знаю, то, где я снимаюсь. Я кайфую. Вот. Да. Так. Идем дальше. Идем дальше. Кстати говоря... Кстати говоря, сегодня я увидел информацию по поводу выхода фильма «Я хочу и обозу» нашего режиссера. Паша, он выложил, что фильм выходит 6 апреля, если не ошибаюсь. Вот поэтому ждем-с. Ждем-с. Я не знаю, где, в кинотеатрах, ли, или на площадках, или на ТВ. Но, по-моему, там решили площадки и ТВ делать. Так. Сейчас, 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 сейчас. Как ты планируешь применять свои навыки 3D-моделирования? Хочешь создать какой-то масштабный проект? Да. Я даже... Даже, как бы сказать-то... Масштабный ли проект? Скорее, что-то просто новое для себя попробовать. Я вообще планировал выпускать такие ролики просто небольшие. Ну, просто так. Потому что, в кайф. А мне дали идею сделать из этого помасштабнее вещь. И мы с ребятами ее разрабатываем. Но, просто, вы знаете, даже сейчас, когда я столкнулся с тем, что... Ну, вот я готовлю все это в свое шоу. Модоспектакль. Назвать как хотите. Я сам не знаю, как это назвать. Что для меня написать что-то... Это переписать. То есть, я переписывал начало, одну страницу, раз в восемь, наверное. Пока не получилось что-то, на что можно смотреть уже более-менее так. Я это еще буду переписывать. Еще, еще. Вот. Короче, всегда сталкиваешься с тем, что включается внутренний критик. Вы, скорее всего, с этим тоже сталкивались очень-очень много раз. И как будто бы что-то не то. Как будто чего-то не хватает. Это, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, ты можешь никогда и не выпустить что-то. Вот. Поэтому надо в какой-то момент, наверное, сказать тебе стоп. Отключить этого внутреннего критика. Просто на попало лететь и делать то, что нужно делать. Вот. Собственно, 3D-моделирование. Ну, вот. Знаете, это не то, что я собираюсь делать. Знаете, там, прямо в чем-то сам, 3D-моделирование. Просто для того, чтобы меня понять, как это работает, я должен это сделать сам. Вот и все. Чтобы понимать, как снимать, как на площадке работать, какой пост-продакшн должен быть у всего. Чтобы я понимал вообще возможности, какие я могу сделать при нулевом бюджете, например. Конечно, нулевого бюджета не будет, но я в это буду вкладываться как-то. Вот. Но все равно, что мы, простые смертные, это можем сделать. Уж не за 200 миллионов долларов, да? Ну, хоть за... Не знаю. Ладно, не буду что называть смешные цифры. Короче, вот. Да-да-да. Просто практикую. All right, так. Андрей, как тебе Радужный, классный город бывал когда-нибудь в нем? Так, вопрос от некоего Максима. Максим, город Радужный? Я не знаю, что это такое вообще. Какой город Радужный? Никогда в нем не бывал. Ой, перестаньте меня задавать странные вопросы, Максим. Да ладно, мой одноклассник. Ой, Макс, ой, удаляй сообщение, а то я тебе сейчас писать начну. Макс, давай, вырубай. Извини. Так. Андрей, какая роль у тебя будет в «Я хочу, я буду»? Главное. Все. Так, Андрей, прости, я очень-очень отдала эфир, но у меня болеет мама, и мне нужно помочь. Все, кто записывает, скиньте, пожалуйста, эфир. Скиньте, пожалуйста, линию эфир. Лина, твоей маме скорейшего выздоровления. Помогай. Помогай, конечно. Тебе все скинут, я уверен, там что-то записывает. Найдите, пожалуйста, вот кто записывает, Лина, и скиньте ей потом. Так. Так, там Макс удалил сообщение, надеюсь. А, смотрите, конец. Так, Андрей, как тебе город Сосново-Борск? Ох, слушайте, это вау. Я там ходил, я там ходил и восторгался природе. Я там наснимал очень много футажей, видео, но нигде так не отпечатывается видео больше. Ой, видео. Пейзаж, пейзаж больше, как в глазах. Вот. И все равно это настолько прекрасно. Я как будто в какой-то другой мир попал. Потому что когда ты в больших городах, то как будто окружен какими-то кирпичными стенами. Замечали, да, что там вокруг тебя дома и не видишь дали. Просто банально не видишь дали. Человеку нужно видеть дали. Человеку нужно впитывать себя в глубину. Вот. И там я это делал в полной мере. Поэтому я очень благодарен тем, кто организовал эту поездку. Тем, кто меня свозил туда. Со мной тоже, да, я сказал, организовал поездку, что я делал туда. Да. Так. Что дальше? Встану сейчас. Ух ты. Андрей, что нужно уметь, чтобы быть таким же хорошим актером, как ты? Ух ты. Я просто на актера хочу поступить. Ух ты, я же хорошим актером, как клиент. А-а-а. Я вам говорил о самооценке, нет? Ладно, самооценки не существует. Так. Что нужно быть вообще? Я бы не сказал типа хорошим актером, как я. Просто что нужно для того, чтобы что-то получалось. Вначале не будет получаться ничего вообще. Нужно впитывать. Нужно наблюдать. Нужно повторять. Нужно пробовать. Нужно все. В принципе, все. А дальше опыт, опыт, ошибки, проба, проба, ошибки. И все. Методом проб и ошибок чему-то видишь. Вот все. Наблюдай. Повторяй. Пробуй. Все получится. Так. сейчас я читаю просто стрёмно что я замолчал вдруг завис я вам поиграю рандомные ноты так Андрей хотел бы покататься на коньках в сосново-борске говорил что видел лёд я говорил что видел лёд да кстати я видел лёд я видел ледовые кубики такие большие из которых делали горку да почему бы и нет очень давно не катался на горках но в детстве всегда каждую зиму выходил на залитую такую коробку ну как футбольное поле с асфальтом вот его заливали водой ну как у всех везде и все там ездили как-то я получил я был восемь лет как я почему-то каким-то образом вообще зимой на этом катке получил в лицо баскетбольный мяч при игре в футбол баскетбольным мячом зимой на катке и я потерял создание просто это не первый случай кстати в первом классе на меня свалился одноклассник потом я очнулся с разбитыми очками и на полу такой момент столкнулся рекреации почему-то я об этом заговорил а про коньки мы договорим да так это ты смотришь ли ты фильмы и сериала какой твой любимый интересный вопрос еще раз говорил что у меня нет любимых и сериал наверное любимая за тот который может пересматривать очень часто да ну и как все на новый год пересматривать естественно потом 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 что недавно такое посмотрел я недавно посмотрел пуля над бродвее мне кажется надо его еще раз пересмотреть потому что такие фильмы с первого раза не понимают целиком полной мере тут еще мне очень нравится смотреть фильмы по каким-то актерам например дастин хоффман я очень люблю актерскую игру и смотрю с ним подряд а недавно я посмотрел снова чародеев один из моих любимых новогодних предновогодних фильмов вот я его знаю наизусть как оказалось поэтому со мной наверно скучно смотреть просто и вот цитирую за всех персонажей как это я люблю делать одно чародеи это очень хороший очень очень хороших хочется разбираем принципе все так и делать так друзья творчеем скоро скоро надо будет идти поэтому что мы с вами сделаем на пианинке вы меня просто послепили своим сиянием что я не вижу а вот нашел соу так поехали новогодняя как раз новогодняя немножечко такое лирическое новогодняя лирическое она вообще так начинается начинать Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Поэтому я с вами прощаюсь Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»